В Казани родилось сразу трое детей. Как и в предыдущие годы, наблюдается незначительное превышение родившихся мальчиков над девочками. За первые полугодия 2013 года в ЗАГСах города более 5000 пар скрепили свой союз, что на 500 пар больше, чем за влогичный период прошлого года. 2543 пары, однако, расторгли свой брак в первые 6 месяцев, причем основная доля разводов по-прежнему приходится на младые семьи, прожившие совместно не было 5 лет. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число разводов немного увеличилось, однако процентное соотношение расторгнутых и заключенных браков остается прежним. При этом не могу не отметить, что по числу зарегистрированных разводов в Казани также самый благополучный город-миллионник в Преводовском федеральном уровне. У нас доля разводов по отношению к количеству зарегистрированных браков меньше всего. Как ты сказала, входной берет на центральную площадку 50 лет, а по самому центру будет не экскурс. Только с организованным ходом у нас с детьми экскурсоводами решили этот вопрос, только с экскурсоводом совместно, единичное посещение не будет рассмотрено. Только во время проведения мероприятий в числе гостей. А тарифы утверждены? Да, тарифы утверждены. А какие? Вообще с тарифами можно ознакомиться на нашем сайте. Они утверждены постановлением исполнительного комитета. Сейчас перечислять, я думаю, не стоит. Да, отлично. Тарифы на проведение в различных залах, они с тех пор, они отличаются друг от друга, от 2015 года. Но опять-таки, это нужно смотреть. Есть тариф на разные услуги, естественно, различен. Входной берет 50 рублей и так далее. Постановление можно остановить? На нашем сайте постановление, да, можете ознакомиться. И еще можно у вас все-таки более подробно о структуре и организации ЗАГС? У вас какие будут закрытия, когда? С 1 августа закрывается ЗАГС Советского района. До конца года закроется дворец бракосочетания и ЗАГС Новосоветовского района. Но это не означает, что мы будем находиться в центре семьи Казан. В центре семьи Казан, обращаю внимание, проходят только торжественные мероприятия. В настоящий момент заявления на проведение таких мероприятий принимаются пока еще во дворце бракосочетания. Как только будет более ясная картина с местом дислокации, с будущим местом нахождения управления ЗАГС, мы обязательно об этом сообщим. Пока проводятся организационные мероприятия, до конца года дворец бракосочетания будет работать. И все заявления на проведение, на регистрацию брака, на проведение всех торжественных мероприятий принимаются именно во дворце бракосочетания. Мы саджалили семьи. Проходим. Шахрик Казан, гаджет, баджет, баджет. Вот это 50 рублей школьникам, студентам, не пенсия, я скольки нет? Пока утвержден единый тариф. Будем по мере выступления. Мне кажется, это дорогой. Тариф утверждал исполнительный комитет. Большое спасибо.